Во имя Отца и Сына и Святого Мура Где Сын Человеческий будет предан руды грешников И убьют, и оплюют, и в третий день воскресенье Раньше Господь говорил об этом И Он говорил несколько прикровенно Но сейчас на году нестрадательства Христос знает, что Его ждет в Иерусалиме Он восходит на Пасху Последним Иерусалим Где Его ожидает страшный Голгофский крест И в то время, когда Христос говорил о Своих страданиях Страшных, неимоверных Два ученика любимых престолов Иоанн, 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 братья Замедеевы Они думают совсем о другом, как всегда Мы часто об этом говорим Что не всегда ни Матерь Божья, ни Апостолы Не всегда понимали, ни Мария Богдалина Не всегда понимали Слов Христа Когда Христос говорил о местных, земных вещах Это было понятно Но как только Господь начинал говорить о вещах вечной Небесной, небесной, здесь появлялось недоразумение Так бывает всегда у людей, живущих по плоти и крови Они погубят Так и сегодня Христос четко Ясно говорит всем Господним Иерусалим И при этом будет Сын Человеческий В руки грешит И убьют его И оплюют его И в грехе и воскресе О чем же думает мир? О чем же думает человек? В лице Петра, Виктория, 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 Виктория Один с правой стороны, другой с ледой стороны Христос говорит о уничижении О страшных страданиях Эти говорят о каких-то престолах, царствах И Господь сказал Вы не знаете, что вы просите Крещению, которым я крещусь, вы можете креститься? Чашу, которую я и Симону Божьей, если Они говорят, да, самоуверенно совершают Христос говорит, да, хорошо И крещение вы сможете креститься? Потому что они, пострадая за Христа Своей кровью крестятся, креститься будут И чашу страдания сверху Не такую, как Христос Ну а вот здесь, акистую То есть с правой стороны И вершу, и с левой стороны Это уже не от меня зависит А от того, что будет впереди И что даст Господь То есть не зная, чего вы просите И стали их негодовать Все другие апостолы, чтобы Говорить не о том И тогда Христос сказал, что Он пришел в этот мир Не для того, чтобы судить этот мир И не для того, чтобы ему служили Как целую А он пришел бы послужить И отдать душу свою За спасение всех Вот здесь два совершенно разных взгляда Взгляд мира Человеческий взгляд Плоти и крови И духовный взгляд Взгляд вечерства Мир, как говорит Христос Мир, как говорит Христос Если бы вы ученики Мои были от мира всего Вы бы желали богатства Здоровья Мира, спокойствия Благополучия Вы бы желали всего Что ты желаешь Мир Мир свое По любви А вы не от мира всего Вы другие Вы другие Сынешения Вы не ищете богатство А пребываете в нищете Вы не ищете славы А пребываете в одожении Вы не ищете царства И царской власти А вы, как последние рабы Служите всем и вся Самый годный будет Вы являетесь Служителем этих людей И особенно в верное воскресенье Когда Христос Сядет не на белого коня Белый конь Это символ завоевания Радства А Христос Сядет удивительно Бог великий Царь славы Сядет на нас Слава Вот Единя мира всего И христианства Какая разница Огромная между миром Плотью и кровью И между Великой Духовной Вечной Славой Христианства Многим это не понимает Многим это не понимает Все люди знают Что есть Свет Вечный Что на небе Есть Бог Но что Свет Придет на землю И станет Плот И что после воскресенья Вновь вернутся В свое Расстояние Вот это Но люди не понимают Как это может У Бога Не может быть Дочерей Сыновей Бог не может Страдать Бог не может Изойти Грешен Хрианского Человека Это невозможно Но просто Стоит вопрос А почему же мы Ограничим Всем обущество Бог Бог уможет Все Бог Всем обуще Но Господь Не всегда Делает Глупости Или Пустяки Какие-то Недушные Потому что Он Бог Он делает Только то Что Полезно Назидание То Что Спасает И Ветер Вечность Конечно же Конечно же Мы не говорим Что у Бога Есть Сятоварищи Что у Бога Есть Сын Обьян И Божий Но Мы знаем Таину Святой Троицы Что Господь Его Блица Это Сын И Дух Святой И Сын Божий Который Сотворен Этот Мир Сотворен Человек Сотворено Все Сын Божий Есть Бог Он Никогда Не Отлучался От Божеского Естества Но Удивительно То Что Христос Является Не Только Богом А Богом Человеком Когда Он Говорит Воскроту Отцу Моему Отцу Вашему Богу Моему И Богу Вашему Возьмите Эти слова В контексте Мария Забежала В облогу Вчера Мы Говорили Забежала В облогу Но Христос Всегда Говорит Я И Отец Одно Филипп Видел И Меня Видел И Отца И Наконец Уже Мы Загорали Следующую Сюхоту Буду Воскрешение Четвертненного Мерки Мерки Мертвеца Подобно Перед Нем Великий Величайший Он Вмывает Руки И Со Страхом Подходит В сторону Что Делает Гаяк Гаяк Первосвященный К Нему Во двор Зайти Был Не Так Просто Он Вызывает Иисуса Христа И Задает Христу Вопрос Скажи Ты Сын Благословенный Вот Как Вот Как И Упила Атрис Забыто Простите Благословенный Здесь Четко Стоит Лобоз Он Совершил Такое Чудо Это Можно Сделать Только Бог Вот Яснейшее Доказательство Божества Иисуса Христа Это Бог Это Владыка Ада Владыка Смерти Тебе Победителю Смерти Победителю Смерть Победителю Может Только Бог Смерть Бессмертно Правда Иисусе Победителю Бог Дорога Это Может Делать Только Бог Вот Кариатр И спрашивает И у Кариатра Остается Выбор Ему Ему Надо Или Признать Что Перед Ним Бог Но Как Это Сделать Это Не Мысли Это Не Нас Можно Я Я Я Я Первосвященник У Меня Вся Вла Священническая У Меня Вся Бог И Что Я Долго Поплодиться Этому Посланному Сыну Марии Осипа Из Назарета И Тогда Что Он Делал Он Выбирает Вторую Второй Мариант Распни Его Распните Его На Кресте Чтоб Никогда Больше Ни Повадно Долго Никому Называться Сынами Божьими Страшный Кари Предатель Забудь Его Облюйте Его Бросьте Его И Забудь Всегда Так Думал Я И Если По Христос Не Б Бог То Он Пусть Даже И Собер Столь Чудес Дел Через Несколько Десятилетий А Через Столетие Божьи Забудь Что Он На Земле И И Кари Он Не Признал Бога И Когда Он Христа Страдающего Помоганного Ну Кто К Нему Подойдет Ну Кто Его За Бога Посчитает Ну Кто К Этому Страдающему И Частливому Ты Что И Он Сказал Вот Это Это Конец Этому А Рядом Страдающего Стария Молей Учили Ахотства Павла Он Говорил Братья Не Боритесь Иисусом Если Он От Бога Страдающего Страдающего Умер Нет Кто Может И Апостол Павел Сказал Для Мира Греко-лимского Античного Эллинистического Мира Мира Культуры Театра Науки Философии Очень Высокой Распят На Местни Безумие Для Каяк И Соглаза А для Нас Православных Иггей И Эдитов И Осетин И Русских И Французов Для Всех Нас Христиан Апостол Павел Говорит А для Нас Касаев Сила Божья Есть Сила Божья Есть Так Что Сегодня В лице Иоанна Мы Имеем Мнение Мира Сего Мир Семь Мечтает О Великом Богом Славным Богом И Они Наращивают Мышцы Наконят О Мечом Насаждают Свою Мерку И Считают Накаченные Физические Здоровые Вот Сила Вот А Христианство Бейте Их Они Молчат Как Овцы Да Молитесь За Богом Благословя И Продлина Всех Это Что Да Что Вы Как О И Мне Сто Небось Скажем Покое Да Я Двадцать Сто Сто Пусть Кто Небудь Там Пальцик Пожиг Я Сейчас Так Двадцать 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 Ваш 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 Терпение Ваш Терпение Ваш Терпение Ваш За Нас Товит Бог Бог И Силе О Правде Говорит Святой Благовер Ваш Магистр Силе Магистр Магистр Терпенц pearl Великого время, Аллахское время воинственное, так что здесь Александр Невский вероятно имел действительно аллахские корни, и поэтому он был таким воинственным в то же время, он приходил в собор, снимал все доспель и молился Богу, и выходя с собора, одевал доспель и шел на защиту своего Отечества. Так что христианство – это не религия славы, Бог не в силе, не в мужских мыльцах, не в бомских, которые на гаванах, как в золдей на мисах, а Бог с теми, кто живет на правах, кто живет с Богом, кто соблюдает и чья вера идет не от силы и мощи земной, а чья сила веры идет от самого Господа Бога, Иисуса Христа, Спасителя нашего и Духа Святого, нас оживотворяющего и благосвящающего. И поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, нам необходим вот так и вспомнить, из чего создан человек. Человек создан из права земного, из земли. Что такое земля? Земля всегда требует хозяина, трудолюбивого и рачительного. Если земля не имеет хозяина, вот сейчас у нас в наших полях очень видно, лапать хочется. Эта земля замусорена. Мусор. Особенно для нашего города, для каждой земли, все это так и бывает. Мне очень жаловала нашего мэра и мы. Это золотые руки, золотые люди. Как они убирают наш Бог? И какое нехорошее отношение к нашим жителям. Бог дал осень и такие красивые места. Но поезжайте за город и посмотрите. Как красиво все вокруг. И Бог научился. Вот. Это о многом, говорит. О многом. И я говорю. И вот эта земля, исказяенная, замусоренная, грязная, на ней вырастают всякие сорняки. И посеют так обрым зерном, и членят женицу, там она не растет. Вот есть такие, которые ни Бога не боятся, ни дьявола, гусорь без деда, ни деда, ни деда, ни деда, ни деда, ни деда. И все равно. И в этой земле вырастут еще худшие среди, еще более страшные, как борщики, как амброзия. Это деда, которые испаряют яд, отправляют все вокруг и приносят очень много болезней, страшных людей. И вот это как раз было то, что есть люди, постящиеся, молящиеся, верующие в нежность. Но семени Божьей эту землю не попало, не упало. Семьи евангельского чистого не попало. И выросли самих в Библии одна, а сколько же верующих христиан, так называемых, находятся все безумные.